Хорошо, спасибо, Женя. Меня зовут Евгений. Сегодня я хочу с вами поговорить немножко о, на мой взгляд, интересном фреймворке, который называется Apache Airflow. В прошлом году я уже делал презентацию по этому поводу. Я обзорно рассказывал о возможностях фреймворка, не углубляясь в детали. Мы обсуждали интерфейс. У него очень богатый веб-интерфейс, я об этом сегодня еще скажу. И обсуждали, в принципе, для чего он может быть полезен. В принципе, полезен он может быть для многих вещей. Но сегодня я хочу поговорить о применении этого фреймворка именно в ключе процесса ETL. Extract Transform Load. Я расскажу немножко о своем бэкграунде. На прошлом проекте мне посчастливилось поработать с командой дейта инженеров, которые строили пайплайны для обработки данных. И вот там как раз мы использовали Apache Airflow в связке с таким решением, которое называется QBall. Это сервис, который позволяет запускать джобы на Apache Spark. Я сегодня тоже про него упомяну немножко. Сегодня цель главная моего выступления – это показать, какое место в иерархии обработки данных занимает вот этот фреймворк Apache Airflow. И я сегодня хочу вам рассказать о двух основных помощниках этого фреймворка, которые позволяют обрабатывать данные достаточно легко и просто. И самое главное – в контролируемой манере. Я сейчас пошарю свою презентацию. Презентацию я назвал «Airflow – we need to go deeper». Ты можешь развернуть ее? Я хочу это сделать, собственно говоря. Как вы все знаете, данные сами по себе не представляют большой ценности. В принципе, ни для чего. Прикольно, когда они есть, да? К ним можно как-то обратиться. Для того, чтобы эти данные стали полезны, нам необходимо получить из этих данных информацию. Я вот нашел такую красивую картинку. Эта картинка сделана по аналогии пирамиды Maslow, пирамиды потребностей. И в вершине этой пирамиды стоит Artificial Intelligence и Deep Learning. То есть это сейчас достаточно модные темы, которые позволяют получать информацию из достаточно большого количества неструктурированных данных. Те вещи, о которых я хочу рассказать, находятся достаточно низко. Они относятся к шагу MoveStore на этой пирамиде. То есть после того, как данные будут каким-то образом получены и где-то сохранены, это первый шаг Collect. Первый шаг может быть имплементирован с помощью очень многих штук. Ну, к примеру, знаете вы все, да? Есть такая социальная сеть, как Facebook или социальная сеть, как Twitter. Они собирают достаточно много неупорядоченных, неструктурированных данных о пользователей. Это все сохраняется в виде неких клик-стримов. Это кладется в Data Warehouse. То есть это огромный объем неструктурированных данных, которые в принципе бесполезны без дальнейшей обработки. Для того, чтобы мы могли эти данные как-то использовать, сначала мы должны сделать над ними некоторые трансформации. Это, собственно говоря, тот степ, который называется Extract Transform и Load. Взять данные из некого сорса, каким-то образом их обработать. Может быть это будут какие-то группировки, фильтрации. И положить их в виде, который будет удобен для дальнейшего процессинга в какой-то другой стор. Ну или может быть в этот же стор. На этапе ETL данные могут быть как подготовлены для конечного пользователя, к примеру, для Data Scientist, которые будут находить в этих данных какие-то зависимости и получать из них полезную информацию. Так это может быть промежуточный шаг для следующего ETL процесса. Вот если мы посмотрим чуть-чуть поближе на картинку, вот Extract Transform Load находится как раз между, как я уже сказал, получением данных и отправкой этих данных на некий стор. Здесь показано, что данные, которые мы отправляем на вот этот некий стор, могут уже использоваться. То есть видите, здесь есть Data Products. То есть это могут быть некие репорты там или еще какая-то полезная информация. И также над этими данными могут производиться, так скажем, эксперименты. Это Business Intelligence and Analytics. То есть, собственно говоря, как я уже говорю, эти данные могут быть готовы к того, чтобы их потребляли так, и это может быть всего лишь промежуточный шаг для того, чтобы эти данные можно было потреблять. Здесь приведен типичный workflow, который происходит на этапе Extract Transform Load. Значит, здесь у нас есть такие понятия, как сенсор, трансфер и экшен. Обычно для того, чтобы понять, насколько данные, присутствуют ли они вообще и насколько они готовы к тому, чтобы мы могли проводить над ними следующий шаг, например, трансфер, мы используем некие сенсоры. То есть эти сенсоры могут быть, к примеру, проверка, загрузили ли за сегодня какие-то данные. Или, допустим, наполнился ли ваш стор в объеме, достаточном для дальнейшей обработки. После этого происходит этап трансфера к вам. В данном случае, в моем опыте, данные из SourceOu, это были базы данных, это были логи, да, мы их вложили к себе на S3. Мы использовали достаточно широко возможности AWS, Amazon Web Services. Вложили к себе их на S3. И после этого наступает этап трансформации этих данных. То есть здесь мы использовали Spark, который оркестрировался как раз Apache Airflow. После трансформации данные должны быть помещены тоже на какой-то Store. Мы их обратно вложили на S3, но уже в формате удобном для дальнейшей обработки. То есть это был формат Parket, с которым работает Apache Airflow. И после этого наши Data Scientist с помощью того же Cubala, у него есть очень интересная особенность, у него есть похожий на Юпитер ноутбук интерфейс. То есть вы можете данные в реальном времени вытащить из S3, делать над ними какие-то операции, применить к ним фильтрацию и посмотреть, что получится. То есть информацию получить. После того, как данные будут загружены на этот Store, мы должны проверить, а действительно ли эти данные там появились в нужном для нас объеме. То есть опять мы применяем операцию, шаг, который называется Sensors. То есть получается у нас есть два применения сенсора, два трансформа и два трансфера, один трансформ. Теперь поговорим немножко о Airflow. Собственно говоря, что позволяет нам делать Airflow? Airflow позволяет нам выполнять все те стыб, которые были указаны на предыдущем слайде. То есть у Airflow есть механизм сенсоров, у него есть механизм операторов, так называемых. Это то, что позволяет взаимодействовать этому фреймворку с шагом Transform. И есть механизм, который тоже реализован с помощью операторов, которые позволяют взаимодействовать с шагом Transfer. Здесь я вам привел небольшой скриншотик. Это сравнение доступных опенсорсных решений, которые являются, так скажем, конкурентами Airflow. То есть это Luigi и это Pinball. Кстати, Airflow широко используется и вообще он был придуман специалистами из всем вам хорошо известной компании AirBnB. И после этого он попал в инкубатор Apache и над ним работа, собственно говоря, продолжается уже давно. С 2015 года. То есть уже этому фреймворку три года. Он активно развивается. Вот здесь мы видим, тут немножко данные устаревшие, но все равно видим, что очень много форков. Фреймворк из этого репозитория, Airflow-овского, у него достаточно много контрибьюторов. То есть работа кипит и видно, что фреймворк не заброшен, активно поддерживает. Тут если мы посмотрим на Pinball, который справа, то мы увидим, что у него всего три коммита. Ну, то есть как-то страшно полагаться на такой механизм, который, собственно говоря, когда-то был создан. И видно, наверное, что по количеству коммитов баги не фиксятся и фичи не добавляются. Потом, если мы пойдем дальше по списку, то здесь будет видно, что Airflow имеет веб-дашборд. То есть у него достаточно приятный и функциональный UI, который позволяет ранить Airflow-овские джобы, настраивать эти джобы и мониторить их. Потом этот фреймворк оперирует кодом. У него нету какого-то своего DSL, domain-specific language. И это снижает порог входа в него. То есть, в принципе, любой программист, который знаком с Python, может, минимально ознакомившись с документацией, начинать имплементировать какие-то байплайны. Скидулер у него свой собственный. Здесь указан local scheduler. Он еще может использовать скидулеры. Ну, собственно говоря, он скромно может взаимодействовать, кроме своего собственного скидулера. Еще одна очень важная особенность – это BigField Jobs. Что это значит? Обычно у вас в вашем дата-сорсе есть данные за какой-то достаточно большой период времени. И, к примеру, в вашей операции трансформа эти данные потребляют день за днем. То есть, вы, к примеру, сейчас 2018 год, вы написали какой-то пайплайн и хотите, чтобы ваши данные за 5 предыдущих лет тоже были запроцессированы. Для того, чтобы это сделать в Airflow, вам, собственно говоря, ничего делать не надо, кроме того, что вы указываете, что стартуете вы с сегодняшнего дня, а ваш пайплайн должен был работать с 2016 года. И Airflow после запуска этих Jobs начинает день за днем эти данные вытаскивать и процессить. То есть, в принципе, очень достаточно удобный механизм. Вам не надо думать о том, как бы вам сделать процессинг исторических данных. Также Airflow имеет Persist State. То есть, все ваши Jobs отражаются в базе данных. Можно посмотреть на их статус. Отработала какая-то, не отработала. Статус этот – почистить, перезапустить и так далее. То есть, очень удобно. Ну, собственно говоря, это Track History сюда же относится. И у него есть код Shipping. Этой штукой я никогда не пользовался. Но подозреваю, что тоже удобно. Если вам надо что-то передавать в те же Worker, которые вас для трансформа используют. То есть, эта возможность есть только у Airflow. Не у Legion, не у пинбола ее нет. И, как говорит статистика, Airflow использует более 120 компаний по всему миру. Он активно развивается, поддерживается. И я думаю, что, в принципе, его можно считать стандартом де-факто в своей области. Здесь я вам хочу показать, собственно говоря, главную цель моего доклада – это сенсоры и операторы. Значит, что такое сенсоры? Как я уже говорил, это некие тавки, которые проверяют соблюдение условий перед тем, как начать основную ETL-джобу. То есть, есть ли у нас данные, нет у нас данных. Может быть, еще мы можем посмотреть, как отработали предыдущие Airflow таски, если наша таска завязана на предыдущие данные. На этом слайде показан простой MS SQL сенсор, который по условиям идет в определенную заданную базу данных и выполняет заданный запрос. И по результатам этого запроса он может понять, есть ли эти данные. Если данные есть, то он возвращает True. То есть, мы готовы к тому, чтобы следующий степ начинать с трансформа этих данных. Или возвращает False. То есть, мы еще не готовы. Данных нету или у него здесь обрабатывается вариант Exception, а мы не смогли почему-то приконнектиться к этой базе. И поэтому давайте еще попробуем попозже эти данные запросить. То есть, вот это все, что вы видите, это сенсор, написанный программистом, который пользуется Airflow. То есть, это не то, что шипится с самим фреймворком. Любой из вас может писать свои кастомные сенсоры, вносить сюда какие-то вам необходимые проверки, обработку исключений, которые для вас актуальны, логирование и так далее. То есть, на мой взгляд, это очень выгодное отличие от тех фреймворков, которые используют DSL, потому что при использовании DSL вы ставитесь в некие рамки. Это раз. Во-вторых, вам необходимо время для того, чтобы этот DSL изучить. В данном случае вам надо знание только языка и понимание бизнес-задачи. Что, собственно говоря, от вас хочется. Здесь, на этом слайде, приведен пример сенсора, который взаимодействует с внешними задачами Airflow. То есть, если мы работаем в контексте какого-то определенного дега, direct-asicl graph, это, так сказать, единица транзакции в Airflow. То есть, что вы запускаете, аналог слова job. Если вы работаете в контексте одного этого графа, то вы можете из соседних тасок запрашивать информацию о тасках, которые были выполнены ранее или которые хотят выполниться позже. Для того, чтобы сходить в контекст другого графа, который когда-то был выполнен, нам необходимо использовать сенсор. То есть, так как Airflow может персидеть состояние, у него в его базе данных отражается состояние всех выполненных дегов. И для того, чтобы понять, к примеру, был ли у вас сегодня утром при процессинг информации, которая вам необходима для работы текущего дега, вы можете обратиться к этому выполненному дегу и, собственно говоря, понять это. Когда он был выполнен, с каким статусом он был выполнен и был ли он выполнен вообще. То есть, тоже, собственно говоря, здесь огромный простор для творчества. Вы можете писать, что вам надо, как вам надо. Ну, естественно, необходимо соблюдать механизм наследования, потому что это все наследуется от бейс-сенсора. То есть, в частности, метод POG. Ну, это, в принципе, не сложно. Здесь я вам привел список операторов, вернее, сенсоров, которые доступны в репозитории Airflow на GitHub на данный момент. У них есть интересное разделение. С левой стороны показаны Airflow сенсоры, которые, я так, насколько понимаю, разрабатываются самой командой, неким сообществом контрибьюторов проекта. С правой стороны показаны сенсоры, которые, собственно говоря, добавляются неравнодушными людьми. То есть, вот этот список справа постоянно растет. Ну, и тут, в принципе, вы можете найти сенсоры на любой вкус. То есть, начиная от базового какого-то оператора, да, сверху которого вы можете придумать все, что угодно. И, заканчивая, здесь интересный был Jira-сенсор где-то. То есть, вы можете просто Redis-сенсор, Cuball, а вот, да, Jira-сенсор. Вы можете проверять, появилась ли задача в Jira, и после этого запускать некий pipeline свой, да, для обработки данных. То есть, достаточно удобная, развесистая штука. Ну, и самое главное, как я уже говорил, это все кастомизируется очень легко и просто. На этом слайде я вам хочу показать, собственно говоря, использование сенсора с оператором. То есть, основная единица, как я уже сказал, это DEC. Это то, что запускается, и то, что является pipeline. Здесь показан сенсор, который смотрит, насколько предыдущий выполнена task, а соответствует вашим условиям для выполнения текущих данных, текущего DEC. То есть, этот сенсор называется external sensor, я его вам показывал на слайде. Если это выполнено успешно, мы выполняем операцию по перемещению данных с S3-хранилища в Azure, да, для какой-то их последующей обработки. И вот такие чейны вы можете строить, в принципе, бесконечно. То есть, вы можете сначала этот сенсор завязать, потом переместить данные, потом взять какой-то сенсор, который проверит наличие этих данных на Azure в Azure в BlopStore. Потом еще какие-то операции сделает, и в итоге запустит вам ваш DEC. Собственно говоря, теперь пару слов я хочу сказать о том, как мы можем данные трансформировать. Я знаком с двумя фреймворками, которые, в принципе, занимают большую долю рынка. Это AWS EMR, Elastic Map Review Service и QBall. Здесь, на этом слайде, приведены их сильные и слабые стороны. Ну, если взять выжимку, да, некий ботом-лайн провести, то EMR предоставляет более гибкие возможности настройки вашего Spark-кластера. Но в то же время у него нету такого удобного интерфейса, как и QBall. И QBall у него из плюсов, то, что у него есть очень удобный и простой интерфейс, то есть вам не надо заботиться. Вам предоставляется сервис, вам не надо заботиться о настройках того же Spark, о настройках кластера и так далее. Вы просто берете и пользуетесь, да, то есть вы раните свои ETL-джоба на нем. И также QBall имеет порт не только в сервисе Амазона, но и в сервисе Ажура. То есть вы не завязаны на какого-то вендора конкретного. Если вам не нравится Амазон, вы можете использовать Ажур для ваших целей. Ну и наоборот, да. То есть это, если вы строите какое-то серьезное бизнес-решение, это очень хорошая возможность. Потому что где-то могут повыситься цены или где-то может добавиться более подходящий для вас сервис. И, собственно говоря, вы можете мигрировать на это решение с помощью QBall. На этом слайде приведена, собственно говоря, операция взаимодействия сенсоров с оператором. То есть здесь в роли оператора используется QBall оператор. Что здесь происходит? Данные берутся. Тут, собственно говоря, все, QBall операторы. Тут просто чейн обработки данных. То есть чейн ETL стыпов описан. Мы берем некие данные с помощью QBall при процессе, которые лежат у нас на S3. Потом взаимодействие с QBall осуществляется с помощью API. То есть это просто HTTP-запросы с некоторыми параметрами, которые позволяют вам ранить таски на кластере. Вы говорите, что я хочу заранить здесь Spark Command Composer. Ну там, опять-таки, размер памяти, которая необходима, размер процессорных ресурсов. И вот здесь у нас файл, который мы хотим сабмитнуть. Который мы хотим, ну, собственно говоря, описание самой теледжобы. Мы это все передаем в оператор. Оператор выполняет работу по коннекту к сервису, по передаче туда параметров некоторых и по взаимодействию с ответом от сервиса. То есть вот тоже такие чейны с операторами. Вы можете строить, в принципе, бесконечное количество. Сколько вам надо операций, столько можете и делать. Тоже сюда могут быть добавлены сенсоры после каждого стыпа и перед стыпами. И эти сенсоры будут проверять, насколько вы полно выполнили вашу работу. И все критерии удовлетворены или нет. Собственно говоря, это все, что я хотел сегодня сказать. Если в качестве итога этого можно вынести, что у нас Airflow используется для степа ETL в иерархии обработки данных. Airflow является стандартом де-факто в своей области. И с помощью таких сущностей этого фреймворка, как сенсоры и операторы, вы можете строить контролируемые чейны по обработке данных. Собственно говоря, в принципе, из любых соурсов, в любые соурсы, которые можно закодировать с помощью языка Python, если так очень пафосно сказать. То есть ограничений нет, потому что Airflow использует в качестве директив не DSL, а Python код. Здесь у меня еще в презентации приведены полезные ссылки, по которым вы можете потом перейти и посмотреть материалы, которые я использовал для подготовки к этой презентации более подробно. В принципе, все. Спасибо за внимание. Жду ваших вопросов. Спасибо за внимание.